Здравствуйте, дорогие друзья! Отпуск мы провели в Доминикане 10 дней. Солнце, море, веселого настроения, хороших друзей. И там же мы договорились встретиться с Ириной с канала Айрис Доминикана. Мы были в Пунта-Кане, в столице Доминиканы, а она приехала из Санта-Доминго. Что в 4-х часах езды от столицы. Вот здесь, в лобби, я увидела единственную орхидею, которая мне попалась в Доминикане. Ирину мы ожидали в лобби, и она приехала на следующий день. Было здорово, она приехала со всей семьей, с мужем и с ее милой дочкой. Невероятно, но мечты сбываются. Всем привет! Доминиканы, наконец-то мы вместе встретились, чему мы невероятно рады. Девчонки, всем привет из Доминиканы. Я так рада, мы встретились с Ирой. Вот, Доминикана классная, солнце много, жарко. И мы в Легче. Мы обменялись... Под подарками? Don't be shy. You know, well... They're not shy. Она мне привезла блоков. Да, а мне орхидеи. Целый лес джунглей. Добавок вот этому всему. Пока мы отдыхаем, мы все равно скучаем по нашим. Я скучаю по моим зрителям. Очень переживаем. У нас самые... Нет, я серьезно говорю, у нас самые классные зрители, подписчики на наших каналах. Девчонки, вы самые классные. Время у нас было ограничено, но мы успели очень многое обговорить. И как-то все так проходило спонтанно и натурально. Было чувство, как будто мы долго-долго уже знали друг друга. Хотя встретились в первый раз. Как все-таки жизнь удивительна. Такое обычное хобби, как выращивание цветов, находит тебе новых друзей, людей близких, по духу. Когда при первой встрече общаешься так, как будто просто давно не виделся. Так как время у нас было ограничено, то говорили все и говорили одновременно. И что было интересно, все слышали друг друга. Любишь френч фрай? Любишь картошку? Да. Эти два друга, как всю жизнь себя друг друга знали? Ну, честное слово, как всю жизнь друг друга знали. Иринка вообще классная. Я Иринку тоже как будто всю жизнь знала. Сидели и болтали на нашей террасе, пили пиво. Между делом работники приходили, ремонтировали дверь. Что-то она там плохо закрывалась. Хочу заметить, что доминиканцы очень улыбчивая и доброжелательная нация. И это, наверное, пятый раз мы с мужем сюда приезжаем в отпуск. Иногда берем с собой детей, но не в этот раз. Отпуск был без ежеминутного. Мам! Мам! Помните, я выдернула в Пенсильвании вот этот ирис? Помните, я его выдернула и перла домой? Привезла, а будто у него в пруду расти. Мое. Все мое. Я привезла Иринке несколько орхидей, но если б я знала, через что мне придется пройти. Уже в самолете до меня дошло, что нельзя ввозить растения в Доминикану. И мы подписали декларацию, что растений нет. И это была чистой воды контрабанда. Но нам повезло. Теперь буду наблюдать за своими орхидейками, как они в Доминикане растут. А я постараюсь оправдать надежды и никого не убить. О, боже мой. И у Иры ручка золотая. Она спасет. Я ей таких дохлых привезла. Посмотри, как она справится. Дохли, кого мне привезла. Орхидеи просто путешествуют. Больше чем мы, кстати. Но некоторые из этих орхидей, они приехали из Калифорнии, в Пенсильванию. В Пенсильванию сюда. Да, некоторые приехали. Одна приехала из Кентакки, в Пенсильванию, потом сюда. Орхидеи. Путешественницы. Пока ходили здесь с Иринкой, с ее мужем, с Майклом. Она говорит, смотри, смотри, лежит черенок от плюмерии для Леночки из Баку. Вон, посмотри, какая она красавица. Где? Вон она. О, это вон та плюмерия. На каблучках, на шпилечках. Слушай, какие крупные-то точно. Что плюмерия я вижу по листьям. Пахнет уже. Пахнет? Ира, Светик, Кончура. Снимаем вам. И Леночка из Баку. Ага. Ира из Греции. Вам снимаем. Адыниум. Почти в природе. Почти в природе. Ага. Вон он какой. И поливается он здесь дождиком только, который идет 5 минуточек, раз в день. Дождик и все. Каждый день дождь идет, да? Практически. Сейчас сезон дождей практически, да. Да. Не палился? Хорошо. Не палился тоже хорошо. Дерево в пустыне. А роза пустыня. Вот такой череночек. Ленусик у череночек. Я хотела мальчику. Вон там. Та была белая плюмерия, а вот это какая вау. Цветы такие радужные. Но про тропические растения пусть Ирина рассказывает. Я тут не сильно. В резорте, где мы останавливались, там было много птиц. И павлинов, и уток, и цапель, и фламинго. И мне всегда разбирали подозрения, что вот эти два птенчика, по-моему, утки, перепутали маму. Я за ними наблюдала все 10 дней. А вот и пример тропического дождя, который длится всего 5 минут. Посмотрите, солнце светит и дождик. И вот теперь подумайте, мир, где растут орхидеи, именно такой. Вот он проливается дождиком быстро-быстро, и тут же растение просыхает. Я задумалась, наверное, я все-таки переливаю свои орхидеи, когда замачиваю их в горшках. Недавно здесь, на Ютубе, услышала такой концепт, что орхидеи растут циклами. Мокро-сухо растет. Мокро-сухо растет. Вот чем больше таких циклов в месяц она получает, тем она быстрее растет. Но это мысли вслух. А теперь мои трофеи, подарки от Ирины. Вот это корица, вот это мускатный орех. Пряности такие настоящие, выращенные в Доминиканской республике. Вот это она мне подарила. Крем на основе кокосового масла. Такой он насыщенный, богатый, ароматный. Даже приятно баночку в руках держать. Чувствуется такой натуральный продукт. А чем славится Доминикана? Кофе. Вот этот кофе Санто-Доминго. Его там же и выращивают на кофейных фермах. Я посещала одну пару лет назад. А вот это, самое то, что я люблю, это мама Хуана. Такой напиток, как бы национальный напиток Доминиканы. Ну, как у русских. Водка, у мексиканцев текила. А здесь мама Хуана. Настаивается на корешках, в каких-то там травах. Добавляется ром, мед, красное вино. Какие-то еще пряности. Вот ленточка такая в цветах национального флага. Он, видите, корешки. И они уже как бы замочены и пропитаны. Остается добавить только жидкие ингредиенты. Потому что мама Хуану в жидком виде из страны вывозить нельзя. Тоже контрабанда. А вот это блоки из сухого папоротника, которые Иринка мне привезла. Они здоровые такие. Из четырех можно распилить, сделать восемь. Половину блоков и пачку Санта Доминго кофе я отправлю нашей общей подруге в Калифорнию. Не думаю, что мама Хуана ее заинтересует, потому что я знаю, что девушка она не пьющая. Да, все было замечательно и было интересно. Почему-то у меня такое чувство, что теперь они к нам приедут в гости в Америку. Есть такие разговоры. А на этом пока, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. До встречи.